всем здравствуйте вы на канале вышивал очка и да у меня здесь вот лежат мои конвертики с вышивками и вот такой список интересный сейчас я вам все расскажу я вдохновившись видео ольги хобби арт который идет замечательный такой проект вышить все она играет кидает кубик и очень хорошо продвигает своей работой и доходит до финиша и я вот всем этим вдохновилась и решила тоже поиграть я хочу попробовать поиграть именно в июле месяце и начала я свою же игру 1 числа и да я вам не снимала также как ольга все что я делала вот сейчас за кадром как я выбирала проекты как у меня все это происходило я вам сейчас да сейчас буду рассказывать именно уже постфактум но мне кажется это все равно будет интересно я сначала расскажу весь смысл моих правил да они меня здесь записаны в принципе у меня будет все точно так же у меня будет 6 работ основных в которых я буду по кубику выбирать какую работу я продвигаю по 1000 крестиков или же по пять часов по таймеру потому что не во всех работах я смогу посчитать именно крестики дальше у меня будет если выполнено 10 заданий кубика так же как у ольги я буду вышивать тысячу крестиков призовых но не на любых работах которые у меня уже начаты а именно тоже еще шесть работ отдельно у меня лежат я их вам тоже сегодня покажу это будут 6 призовых работ на которых я также кубиком буду выбирать какую работу я буду брать и делать тоже тысячу крестиков таким образом у меня будут потихоньку продвигаться еще шесть работ и каким образом я выбирала в первые шесть работ буквально значит четыре работы у меня пошли без всякого выбора кубиком а те которые у меня сейчас основные и действительно я хочу их вышивать и никуда они у меня но не должны были они у меня уйти вот я вам покажу вот в такую коробку такая у меня может быть непрезентабельная коробка в которой у меня вот столько работ которые которые я хочу вышить это не все мои начатые работы но это те которые я реально хочу чтобы продвигались и вышивались и две работы я выбрала кубиком именно вот отсюда вернее не кубиком а закрыв глаза и рандомно до выбрала из этой коробки из этой же коробки будут выбираться работы когда будут фильм финиши происходить я вот буду выбирать отсюда при том те шесть призовых работ которые у меня сейчас уже отложены они тоже здесь все не могут стать основными когда первые шесть что-то из первых шесть будет финишировать но я долго рассказываю может быть это не очень понятно но суть не в этом суть в том что интересно посмотреть какие работы у меня будут сейчас продвигаться и доходить до финиша что самое главное и начнем сразу с работы который я не показывала который у меня случился старт очень интересный сейчас я вам это покажу так сейчас я отложу немножко вот эти конверты вот такой дизайн из этого журнала старенького дизайн на этот журнал сейчас вам сказать это июль 99 года калибре вот такая в цветах мы сейчас с вами посмотрим что самое интересное здесь на обложке видите он на таком светло-серо-голубой основе вышивка а если мы откроем сам журнал то очень интересно здесь представлена та же самая вышивка но на сыром льне очень изысканно красиво в раме она выглядит и и я начала эту работу я вам сейчас покажу именно на этой работе я не могу вот прям посчитать крестики потому что вышиваю с бумажной схемы и очень сложно здесь конечно все считать я вам покажу я распечатала из журнала схемы увеличила ее вышиваю вот вот с такой цветной схемы почему тяжело посчитать да потому что здесь огромное это старые схемы в журналах при том этот журнал выпускался компании вот если посмотрели жарт и у них у дизайнеров огромное количество четверть крестиков огромное количество бэкстича и вот что у меня сейчас уже на льне я взяла такое светло-светло-серенький леон наверно это платину белфос 32 каунта и посмотрим вот поближе получается конечно очень изысканно цвета все здесь и бленды такие переходы прям вот как акварельный рисунок здесь у меня уже вот здесь сделан бэк то есть самое сложное здесь это конечно рамка для меня потому что здесь по несколько цветов очень много четверть креста еще и бэком все абсолютно проходится бэком вот и листики цветочки вышиваются проще и вот чтобы было понятно у меня первой же работой выпал именно этот дизайн то на кубике он у меня под цифрой 2 идет и именно он вышел мне первым заданием тысячу крестиков но я примерно посчитала что мне нужно будет вышить область у меня не было выше то вот вот здесь вот отсюда мне вот так вот вот этот цветочек вот эта рамка у меня не было этого выше то когда мне кубик выдал это задание то есть получается мне надо вышить вот этот вот так вот рамку вот этот вот листочек и вот этот цветочек и это будет примерно но даже будет больше чем тысячи потому что здесь еще и бэк надо сделать и много четверть креста которые мне кажется он занимает вот больше времени потом здесь очень частая смена ниток но для себя я решила что вот вот это задание это и будет первое задание по этому дизайну я уже немножко вот повышевала ведь кусочек вот этого цветочка вот здесь уже рамка и значит я дальше вот продвигаюсь в этом дизайне мне очень нравится конечно как получается очень эти дизайны сложные я вышивала пола вон добрые соседи большую работу также на льне на тридцать втором каунте там тоже просто вот она вся вот такая можно посмотреть у меня видео есть по этой работе сложная с четверть крестиками и километрами бэка но в итоге очень изысканные интересные вышивки получаются такие вот романтичные ретро да вот здорово мне нравится то есть я рада что во первых я ее и вышивала я ее вот начала это мой старт и в то же время кубик мне вот помог и именно эту работу мне выдал как первое задание я рада что у меня сейчас продвинется она очень хорошо следующий работе которую я не выбирал кубик а я ее себе оставила это для того чтобы мне ее продвигать и действительно с ней работать это воробьиный сэмплер я в предыдущем видео показывала что я начала это тоже недавний мой старт сейчас я достану вам превью если конечно будет что-то видно вот это превью вот этого сэмплера мне очень хочется чтобы он у меня уже был вышед потому что у меня к нему есть пара я потихоньку собираю ниточки уже на пару и и я поэтому включила без всякого рандома эту работу свою игру я надеюсь что мне выпадет она и я буду ее также двигать и что если мне все-таки понравится эта игра и у меня будет все получаться то то все эти шесть работ в итоге должны дойти до финиша вот что у меня вышито на пяльцах так сделаем вот так я вам показываю то что у меня как бы на старте этой игры и посмотрим потом что у меня продвинется за месяц но я бы хотела чтобы эта работа двигалась так это у меня вторая работа вот этот сэмплер третья работа которая войдет в мою шестерку основную это небольшая работа и тоже я надеюсь на скорый финиш это это у меня мельница от компании овен тоже мой недавний старт то есть вот те работы которые я включила в свою шестерку без рандома без кубика это вот мои последние старты я ими горю мне хочется их вышить ну и это такой мне кажется летний дизайн когда его вышивать как не летом зимой мне уже вообще не захочется вышивать вот и давайте я вам покажу что у меня сейчас есть на канве так меня выше вниз вот здесь вот сама вода и немножко вот совсем немножко на зелень я зашла вот вот так так это у меня получается третья работа четвертая работа у меня хранится вот в таком конверте масса не так вы видите меня здесь органайзер вот такой уже и видно что она уже тоже начата и это еще один старт который я также хочу продвигать и очень надеюсь закончить до нового года потому что это вот такой зимний дизайн от dimensions gold collection когда я разбирала свои работы начатые посмотрела что у меня вообще лежит в работах которые я уже начинала оказалось что у меня нет ни одного голда я не начинала ни одного голда я их либо начинала и заканчивала но так чтобы они лежали их нет и я поняла что у меня в работе сейчас нет ни одного голда мне очень захотелось чтобы у меня был dimensions gold я очень люблю их вышивать не доставляет это огромное удовольствие и потом у меня их много много именно наборов в коллекции поэтому мне очень захотелось именно этот дизайн я в него влюбилась с первого взгляда купила очень давно лежал он у меня тоже давно то есть вот сейчас посмотрим какого выпуска этот набор это китаец но вот не из перри никакие то не перевыпуски а вот тогда 2012 год это набор 2012 года вышивается он на конве 16 каунта и вот я начала на пяльцах поэтому я вам свернула она такая мятенькая и вот что у меня уже вышито а вот чуть-чуть здесь в основном полукрест покажу поближе вот полукрест немножко здесь вот бэкстич уже сделано кустики это вот этот вот уголочек вот вот этот уголочек вот я дошла до этих вот проталин вот они они то есть совсем чуть-чуть вот вот здесь и очень я надеюсь что благодаря этой игре он у меня также будет двигаться для чего вообще я решила попробовать ну во первых для того чтобы работа двигались во вторых чтобы было не скучно вышивать потому что вот здесь вроде бы вышиваешь вышиваешься синим синим полукрест полукрест здесь вообще работа да здесь вот все такими синими оттенками здесь все синими оттенками только в серединке вот здесь вот интересно но работа потрясающая конечно дизайн вот этот свет из дома теплый но это просто сказка для меня это самый лучший вообще зимний дизайн у дименшинс вот просто сам у меня не так кстати много зимних дизайнов я не очень кстати как все вот любят зимние дизайны но этот просто потрясающий я его просто обожаю и поэтому думаю что он лежит он не может лежать я его должна вышивать он даже не то что вышивать он должен быть уже вышит оформленный висеть мне на стене радовать меня вот поэтому это дизайн даже я ничего не выбирала не кубик здесь был ни при чем я надеюсь кубик не просто будет давать возможность его продвигать так и следующие два дизайна так этот я убираю следующие два дизайна которые я взяла в шестерку были выбраны кубиком пришлось не переместиться в дом потому что слишком много посторонних звуков конечно на улице хотя картинка мне нравится больше на улице на при дневном освещении но придется заканчивать видео здесь следующие два набора мне выбрал кубик и первые это вот такой это вот этот санта и да я сказала что у меня голдов не было на самом деле это gold это gold collection но до того как я решила ну как бы поиграть да вот для себя этот набор у меня лежал в в убранных то есть это был набор который я не собиралась продолжать я его включила в свою коробку в самый последний момент что-то меня вот дернула включить его почему я его вообще убрала и решила что я не хочу его вышивать но на самом деле давайте вам покажу что у меня уже вышито это так вот вот видно это вот вот этот вот самая широкая часть в принципе дальше уже уже будет здесь принципе три цвета зеленый красный и белый да ну как бы серо серо бежо белого и вот эти вот серо бежо белыми цветами мне вышивать тяжело на самом деле 18 аида соскучилась как бы не понравилось тяжело но на самом деле дизайн-то красивый сапожок очень хороший меня этот сапожок просил мой сын он у меня уже взрослый ему уже 14 лет а у меня все сапожок ему не вышит вот и поэтому я рада что я его включила и рада что кубик не его выдал и мне придется его вышивать когда мне кубик будет выдавать мои тысячу крестиков и я надеюсь что я его не уберу больше пока не завершу и еще мне очень большая надежда что к этому новому году у меня будет этот сапожок потому что мне нет ни одного сапожка пусть хотя бы будет этот хотя у меня есть в запасах и другие и мне хочется их тоже вышивать но я себе прям вот не даю возможности начинать их потому что этот не вышит думаю нет пусть сначала этот будет выше и второй набор тоже я бы сейчас не взяла его в работу но вот кубик распорядился иначе и я рада это интересно это вот такой дизайн этот тапиарий тапиарий здесь будут яблоки еще вверху дизайн мария бербе по-моему так это называется и там 4 тапиария по сезонам это был буклет очень старенький поэтому дизайн тоже много четверть креста такой бэк ну сложный вышиваю я на мурана молочного цвета посмотрите уже вот вышит кашпо очень красивая вот очень красиво конечно мне кажется вот прям видно как глазурь на керамике вот как разработка сделана вот это зимний дизайн но для меня это осенние цвета и мне для меня яблоки ассоциируются с осенью а у дизайнера осенний с гранатами есть еще с розами с гранатами с яблоками и четвертый не помню у меня есть все четыре схемы они есть сети но шикарный дизайн просто шикарный и почему вот я сейчас кубик когда выпала я его взяла я прям так рада и думаю почему я его забыла вернее ничего не забыла не забыл ни один из своих дизайнов ну просто вот у меня такой характер что мне все время загораюсь хочется начать что-то новое продвигать а эти дизайны остаются поэтому вот эта игра которую играет для меня эту игру открыла хобби арт ольга конечно есть и другие блогеры которые тоже так делают играют в эту игру но вот меня вдохновила именно ольга поэтому я называю именно ее и и я так поняла что вот именно эта игра она дает возможность заканчивать те дизайны которые действительно любимые но по каким-то причинам затормозились и если даже у меня вышьется шесть этих дизайнов вот этих основных до конца года я буду просто счастлива но помимо этого у меня есть еще икона от образа в каменьях с поручнице грешных и и и я буду вышивать обязательно я себе поставила там определенное время определенные дни вне всяких игр то есть она будет вышиваться просто вышиваться все каждую неделю обязательно определенное время так и еще шесть работ да вот покажу у меня вот цена органайзере все хорошо так организовано здесь то есть я прям рада что я сейчас беру возьму допустим когда он выпадет и буду вышивать у меня вся организация есть мне не надо ничего придумывать никакие нитки докупать ничего делать все хорошо я вам сейчас еще покажу еще шесть наборов которые у меня так скажем призовые их тоже не выбирал кубик их выбрала я только для того что они у меня уже тоже начаты у меня горит прямо их вышивать и я буду по тысячи крестиков хотя бы у них там двигать до тех пор пока они не выпадут мне в основные вот и пусть они по чуть-чуть двигаются но двигаются и первый на 1 дизайн которым хочу показать его тоже недавно начинала это уланы ленской в группе был в к бесплатный дизайн мне тут осталось то вышить вот до центр до сняла спялец ну простите гладить пока не хочу я думаю что как только у меня будет призовой я просто его закончу вот и все здесь как бы даже ничего считать не буду просто закончу может быть даже закончу без призовых как нибудь возьму пару вечеров и закончу это первый второй дизайн в призах у меня это 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 от дома розы тоже не хочу их забрасывать не хочу чтобы они где-то там далеко у меня лежали в шкафу хочу их продолжать пусть даже по тысяче ну тысячи это считаете вот наверно роза будет делаться так может быть потихоньку и завершится на линдии 27 я ее окрасила в нежно-розовый цвет вышивается легко хорошо без всяких без всякого бэка весной начала но вам показывается неправильный цвет роз вам показывается такой алый они холодные следующий дизайн который мне хочется продолжать но он у меня не выпал я уже просто не могла его включить это лонгдог лонгдог мой я его сначала забыл как бы оставил на раме в москве не взяла на дачу до думала вернусь уже буду вышивать а тут решила нет возьму я его возьму я его сюда и положила в призы по тысячи крестиков это 36 каунт молочный единбург так как он был на раме я его даже не обрабатывал надо мне его обработать прекрасный дизайн очень красивые цвета правда я вышиваю не в одну нить а в две и поэтому получается так вот ярко но в принципе для этого дизайна мне показалось это хорошо он должен быть ярким так это лонгдог еще один дизайн который я его положил себе в призы но тут тоже большой вопрос у меня с ним может быть я его и поменяю на что-то вот этот дизайн sunset старенький наборчик я его начала в мае думала буду вышивать дима май вот видите совсем немножко я повышевала вот личку полочку получается очень хорошо нежно все как вот и должно быть особенно смотрите какой жучок получился красивый видите ниточки очень нежные ниточки очень нежные они конечно мягенькие но я вам сейчас покажу палеточку видите такие вот у меня просто на непосредственно и буквально чуть-чуть повышевал по пару вечеров вот такие нежные ниточки дизайн конечно тоже очень красивый поэтому я его оставила себе именно в призах по тысячу крестиков чуть-чуть двигать может быть как только я буду дальше двигаться и он меня захватит потому что когда я начала я выбрала для него ли он dmc он это мои какие-то старые были покупки и думаю надо же его тоже использовать и потом он очень хорошо подходит под по цвету них хотелось именно на льне но он жесткий жесткий как канва и мне вышивать не очень приятно на нём такими тонкими нитками может быть из-за этого я отложила и взяла гортензии ракушки и завершила их кстати вот этот у меня так и остался лежать думаю ну раз я выбрала и хотела вышивать думаю ну что ж он остался думаю пусть он пока в призовых побудет а потом может быть и выпадет в основные ну рано или поздно в принципе так и должно произойти потому что если игра мне понравится и все пойдет хорошо и я ну как бы все все у меня сложится я же такая непредсказуемая у меня все время что-нибудь надо начинать вот из-за этого лежат много наборов которые дизайнов начаты но не завершены хочется завершать хочется чтобы они меня радовали уже завершенным поэтому решила вот попробовать эту игру так следующий дизайн который я хочу вам показать тоже в призовых это дизайн от хэнди кросс это сэмплер показываю тряпочку конечно опять тоже мятую но вот растягиваю для вас ее это небольшой сэмплер на вышивается он на 40 каунте взяла его чтобы попробовать именно 40 каунт потому что у меня есть большие сэмплеры на 40 каунте думаю как она мне пойдет красила я сама такая она у меня грязная тряпочка но для сэмплеров это как раз очень хорошо здесь просто подбор ниток димси и даже помп нк немножко по цвету даже не такой как должен быть но очень простенький сэмплер в принципе вот это четверть этого сэмплера дальше там будут корзины ну все как всегда поэтому не могу вам показать непосредственно превью у меня схема в pdf хэнди кросс продастали продавать небольшие свои схемки именно в pdf формате потому что до этого они продавали только такие буклеты достаточно дорогие красивые ну тоже хорошо вот это реконструкции именно небольших сэмплеров этот называется сара спенсер вот его я оставила себе тоже в призах ну я имею ввиду 10000 приз и еще один интересный сэмплер вот такой квакер крисмас 2 интересная обложка здесь я все думаю почему вот так вот изображена а потому что здесь не дошито видимо вышивальщица которая делала первоотшив для продажи для превью просто не успела дошить потому что на самом деле очень большой он по размеру все достану схему он по размеру 240 на 350 конечно не такой огромный как лондой там бывают и 400 до но тем не менее он будет на тридцать втором каунте 38 сантиметров на пятьдесят пять с половиной сантиметра вышиваю его именно на тридцать втором каунте я вам покажу просто что он у меня в пяльцах до запялен и у меня сырой лен с люрексом покручу немножко чтобы виден блеск такой теплый показывает вам почему-то холодным он очень теплый цвет то есть вы должны понимаете да суру ли он пусть обычный цвет льна конечно я вышиваю на пяльцах я все вот так вот джамку и скручиваю гладить я сейчас не могу у меня здесь есть пометки потому что у меня нет основной разметки вы видите но у меня есть пометки маркером поэтому дорогие мои зрители уж извините меня растягиваю вот вам вот так вот руками чтобы вам было видно но ткань мятая вот получается потрясающий дизайн вышиваю я с помощью двух цветов он вообще вышивается ручного окрашивания не стала их покупать то что во первых мне даже не понравились эти цвета но это и неважно я так думаю я взяла ниточку анкор 1206 такую и подобрала ну я подбирала много и dmc анкор на на самом деле я вот вот этот вот такая голубая ель это 3408 пнк мне показалось это сочетание наиболее интересным для меня для того как я хочу это видеть и вот вы можете видеть что у меня получается вот тоже хочу чтобы он потихоньку двигался здесь я никуда не спешу это такая отдыхалочка ты берешь одной ниточкой там пас вытащил там три иголки заправил и вышиваешь хотя тем не менее я здесь ошибалась очень вот здесь вот я много поролая практически вот это вот все распорола вот здесь и текст у меня была ошибка ну а так двигается но ошибаешься только потому что переплетение нити надо считать и немножко конечно здесь вот я особенно когда вечером не очень хорошо видно а так вполне себе легкая работа вот и это вот те дизайны которые я поставила себе в призы чтобы они тоже двигались и их я также буду выбирать наверное кубиком то есть пришло время приза я кидаю кубик и смотрю какой из этих шести дизайнов будет вышиваться в приз также я буду продолжать вышивать свой календарь это вне игры он должен вышиваться у меня в любом случае потому что здесь я сама придумываю схему и вышиваю поэтому каждый месяц вот такой квадратик будет придумываться вышиваться здесь я вам покажу непосредственно июль с ягодкой в центре с цветами яркий сочный ягодный июль и поэтому мне обязательно нужно время на август и на вышивку и я ее еще вам открою секрет не нарисовала надо ее придумать нарисовать и так же но еще будет вышиваться икона с поручнице грешных от образа в каменьях определенное время буду тратить и на нее помимо просто вышивки крестиком ну и также у меня есть планах конечно еще схемы придумывать и их вышивать и может быть тогда это просто будет откладываться вся эта моя игра но это уже как говорится поживем посмотрим на этом я хочу завершить свое видео и в конце я вставлю вам небольшой кусочек как цветут у меня розы а здесь я говорю вам всем до свидания получайте удовольствие от своего хобби вот хочу показать вам еще поделиться у меня вот куст с розами здесь в горшках цветы и дальше вот в этом году это просто что-то потрясающее розы цветут такие они большие это роза шикарная просто шикарную не так жалко что она цветет вот это вот сейчас я постараюсь к ней подлезть и вам ее показать посмотрите какая красота она больше чем моя ладонь а запахи это конечно что-то вообще с чем-то вот на этой шикарной ноте я завершаю видео будем с вами играть и смотреть что у меня будет получаться всем пока получайте удовольствие от своего хобби